Безусловно, есть некоторые вещи, которые человек не сможет понять или прочувствовать так, чтобы до него дошла самая суть, не прикрытая общими и дежурными фразами. Например, автор несколько раз абсолютно безуспешно пытался рассказать совершенно неглупым людям, что такое Майдан. Не получилось. И, думаю, это ни у кого не получилось. Вам могли верить или не верить, но одинаково не понимали сути этого события. Чтобы его понять, надо было присутствовать, а лучше участвовать в тех событиях. Для них это оставалось абстрактным понятием, в каких бы красках и подробностях ты об этом не рассказал бы. Поэтому я редко обращаюсь именно к описательной части этого события. Наверное, фронтовики не рассказывают о войне по той же причине, не поймут. А видеть, как ты не можешь донести таких простых вещей, совсем не хочется. Как не хочется видеть непонимание в глазах друзей и близких. Лучше молчать. Но есть и конкретные вещи, общая суть которых понятна всем. Но, тем не менее, когда ты это видишь собственными глазами и наживо, то до тебя начинает доходить, что ты до этого момента ничего не знал и ничего не понимал. Возьмем такое понятие, как смерть. Каждый может дать свое определение этому явлению, в зависимости от образования и рода деятельности. Но все меняется, когда у тебя на руках умирал человек, когда его мечущиеся глаза вдруг замирают, и они перестают быть глазами тем, чем человек смотрит. Все, он уже не смотрит, и ты это четко видишь и понимаешь. Только что он был жив, и вот смерть прибрала его в свои чертоги, пройдя от тебя в сантиметрах. Все это к тому, что некоторые вещи большинству людей не станут понятными до тех пор, пока они не произойдут с ними или на их глазах. Причем все теоретические рассуждения на эту тему отталкиваются от предпосылок, которые прямо не влияют на развитие ситуации и не могут быть определяющими. Помните, под каким лозунгом спустили на воду Титаник? Тогда говорили, что этот корабль не может утонуть в принципе. И вот он уже сто лет лежит на шестикилометровой глубине морского дна. После его гибели все встало на место. И те, кто всерьез рассуждал о его непотопляемости, заткнулись навсегда, хотя до этого были крупными специалистами в области кораблестроения. Правда, есть патологические случаи, когда даже такое событие не заставляет людей начать думать рационально. Например, в Совке в каждом городе можно было бы найти плакат с надписью или саму надпись «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Или еще более воспаленное «Ленин живее всех живых». При этом автор наблюдал тушку Ленина в мавзолее и могу как очевидец заявить, живой эта таранка не смотрится, если ты, конечно, не принял на грудь с пол-литра или не дунул особо длинную дорогу. Было это давно, но тем не менее на живого дедушка Ленин явно не тянул. Что характерно, в Совке был устроен культ посещения Зиккурата на Красной площади и глазения на этот единственный экспонат данного музея. Потом, намного позже, пришлось наблюдать нечто подобное в Лувре, где есть египетский зал. Те, кто там были, в курсе. Мумии, саркофаги и прочие артефакты там имеются в изобилии. А вот ажиотажа там никакого нет. Так, одинокие посетители и, напротив, к совершенно маленькой, в отличие от устоявшегося представления картине Леонардо Джокондо, не протолкнуться. Причем, по внешности, там можно различить туристов со всего мира. А вот в Совке, к мумии Ленина, стоят лишь притрушенные Совки. Это насколько же они упоролись, если идут туда просто так. Ведь там даже музыки нету. Не то, что блины с лопаты или стопки водки на входе. Ничего, что они там высматривают, трудно сказать. Но ритуал устоялся, публике нравится. Хотя некоторые могут не до конца понимать, что же именно перед ними лежит. Возможно, они думают, что это космонавт в скафандре или пришелец с планеты Мельмак, только лысый. Вот и здесь уже написано несколько десятков статей о том, что РФ стремительно движется даже не к закату, а драматическому копцу. После 1991 года уже четко стало понятно, что это образование не имеет никаких действенных центростремительных механизмов, кроме страха, силы и денег. Причем, если бы не было последнего фактора, два первых никак не сработали бы. Чечня это показала наглядно. Просто с началом путинского правления на Московию пролился невероятный, гигантский поток нефтедолларов, и он стал тем стержнем, на котором все продержалось последние 20 лет. Если Ельцин пытался наработать какие-то механизмы сохранения страны в существующих границах, то Путин этим просто не занимался. Он даже не понял этой проблемы. Он поступил, как в том старом стихотворении Пушкина. «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. То есть мечом и купюрой он решал вопросы удержания не просто власти, а целостности всего ли прозория. Но меч без купюры — ничто. Нам пришлось общаться с людьми из-за поребрика, которые отнюдь не питают добрых чувств к Украине. Но и у них нет какого-то религиозного или иного фанатизма. Так вот, они очень интересно сформулировали видение того, что и как может происходить в РФ. Они говорят, что Путин собственноручно заложил не только под свой копчик, но и под всю РФ мину замедленного действия, которая пусть и не громко, но тикает. Смысл ее заключается в том, что российские силовые структуры и, в первую очередь, армия намеренно и целенаправленно выхолощены. Поскольку оппонент имел большее отношение к армии, то рассказывал о ней. Он утверждает, что любые принципы и идеалы, которые вбивались при совке в мозжечок, выбиты напрочь, чтобы, не дай бог, в поиске виноватых, военные не вышли на Путина и ко. Поэтому в свое время на Министерство обороны был поставлен некто Сердюков, который быстро и решительно избавился от идейных и принципиальных, а вместо этого ввел механизм имени собаки Павлова. Выполнил приказ «получи денег», а свои мысли можешь засунуть себе в известное место. В итоге там полностью искоренено понятие «преступный приказ», ведь сама его формулировка предполагает наличие каких-то размышлений, а они не нужны в принципе. Все решительно упрощено. Военные готовы четко выполнить любой приказ, если он оплачен. Надо мочить соседей? Легко. Своих граждан? Расплюнуть. Каких-то далеко живущих людей? Да без разницы. Плати, и все будет делаться согласно смете. При этом никому не интересна причина такого приказа. Потому на войнушку подались и те идейные отставники, которых вышвырнул Сердюков. Теперь они за штатом, но осознав свою ошибку, они пошли работать в ЧВК наемными убийцами. И теперь воюют везде, где это оплачено. Но что самое интересное, уже выросло целое поколение российских военных, которым плевать на то, из чьих рук они получают деньги. По сути, российская армия превратилась в огромную и хорошо оснащенную банду гопников, которую обрамляют многочисленные частные военные компании. Эти люди никак более не привыкли зарабатывать деньги. И потому нанимаются на войну так, как это делают строители или сезонные сборщики фруктов и ягод. Просто у них своя специфика. И вот что важно. На вопрос о том, что они будут делать, если у работодателя закончатся деньги, он ответил, что найдут себе другого, поскольку их достаточно много. На уточняющие вопросы о том, может ли по такой схеме из РФ разойтись ядерное оружие, например. Он ответил, что это вполне вероятно при определенных условиях. Сейчас вряд ли, поскольку все они харчуются либо из путинского бюджета, либо из рук людей Путина. Но если ситуация изменится, то изменится и все остальное. В шутку он сказал, что Украина уже давно могла бы стать ядерной державой, если поставила бы такую задачу и смогла бы оплатить услуги нужных людей. Между прочим, это наводит на мысль о том, что те 50 ядерных зарядов, которые по версии разведки США имеет вождь и учитель Чучхеху, произведены не совсем в КНДР. Кстати, Иран тоже может заявить о том, что уже слепил атомную бомбу. Но на самом деле ядерный заряд может оказаться совсем не иранского происхождения. Все дело в том, что российские военные уже давно стали наемниками. Ими же стали и те, кто обязан осуществлять над ними контроль. То есть всякого рода особисты. У них тоже давно нет никаких принципов. И работают они на атамана, у которого есть казна и который готов оплачивать их службу. А теперь на минутку представим, что хлопцы, военные, ФСБ и так далее, оказались в положении, когда у атамана казна пропала или им перестали оттуда платить. Что дальше? А ответ прост. Если атаман не может платить, хлопцы подадутся туда, где их труды будут оплачены. Ничего личного, только бизнес. Вот на это-то мы всегда и указывали. Как только там начнутся проблемы с казной, так сразу этот карточный домик и начнет складываться. Ведь никаких других скреп нету. Если, конечно же, скрепами не считать вот этих мракобесов. А по поводу казны уже есть некоторое соображение, которое высказывает российская финансовая пресса. Приведем цитату. Нефтедолларовый конвейер, который последние полвека кормит Россию, позволяя обменивать углеводороды на западные технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние дни. По мере того, как старые, еще советские месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается, власти РФ готовятся к обвальному падению нефтегазовых доходов бюджета. Избежать участи предсказанной России саудовским принцем Мохаммедом бен Сальманом и не исчезнуть с мирового рынка черного золота можно лишь за счет добычи трудноизвлекаемых запасов. Но эта нефть существенно дороже по себестоимости и уже не позволит в прежних объемах наполнять федеральный бюджет. Это значит, что примерно в том же ключе, как мы говорили ранее, рассуждает как минимум Мохаммед бен Сальман, принц Саудовской Аравии, да и сами российские финансисты и нефтяники. Например, министр энергетики Новак утверждает, что нефтедобыча перегружена налогами, которые достигают отметки 85%, и что так уже не может продолжаться. Вот его выводы. У нас самая высокая нагрузка для нефтяной отрасли в мире. В среднем она составляет 68-70% от выручки. А если брать месторождения в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, там нагрузка составляет 85% от выручки. Эта система была бы жизнеспособна при нефти по 100 долларов за баррель. Но о таких ценах нужно забыть. В среднесрочной перспективе справедливая стоимость барреля не больше 50 долларов. Поэтому придется менять систему, облагать налогом не объем добычи, а рентабельность, вводить льготы на геолого-разведочные работы, разработку небольших месторождений и передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из НДПИ. То есть Новак четко и ясно сказал о том, что вот вся эта красота, которая давала возможность кормить наемную братью, в том числе и армию, подходит к концу. Ведь именно с налогов, собираемых с нефтяников и газовиков, бодро выплачиваются оклады, боевые и гробовые. А Новак говорит, что если все так и оставить, нефтедобыча просто коллапсирует по техническим причинам, ибо дешевая нефть уже заканчивается. Тот скандал с грязной нефтью «Первая ласточка» уже начали тянуть тяжелую нефть, но такими технологиями, что она становится токсичной. А применение нормальных технологий приведет к существенному подорожанию и ее просто нельзя будет продать, поскольку у конкурентов дешевле. Вот это и есть та ситуация, когда из формулы Центра стремительных сил РФ вот-вот исчезнут шальные деньги. Вот их собственные прогнозы. Минфин России, хотя публично и продолжает выступать против налоговых льгот, на деле давно признал, что уже в ближайшие 5-7 лет федеральному бюджету предстоит пережить шоковый отказ от углеводородной ренты. В долгосрочный бюджетный прогноз до 2036 года заложено сокращение реальных, то есть скорректированных на инфляцию, нефтегазовых доходов на 40%. Причем, чтобы успеть в уходящий поезд нефтяного рынка, резать нефтегазовый бюджет до 5,5% ВВП нужно до 2024 года, следует из прогноза. Не правда ли это, мы писали года 2-3 назад, и тогда это выглядело фантастикой. А теперь мы берем и цитируем самую махровую российскую финансовую прессу. Это пишут они сами. Но ведь это не значит, что неприятности будут заходить только из шокового сокращения бюджета. Те, кто сталкивался с вопросами радикального похудения, знают о том, что когда ты привык жрать ведрами, а потом резко бросаешь, то это может привести к самым неожиданным последствиям. Отвиснет кожа и желудок оказывается растянутым до безобразия. Поэтому в этой ситуации есть две стратегии. Либо вырезать лишнюю кожу и часть желудка, либо пытаться худеть плавно. Но второй вариант актуален, когда в принципе есть что есть, а если нет, тогда только резать. Но об этом никто не говорит открыто, а вместо этого тот же российский Минфин предлагает худеть медленно. Только вот рецепт худения вряд ли понравится людям, которые привыкли зарабатывать убийствами. Вот этот рецепт в двух словах. Именно поэтому люди должны стать новой нефтью для бюджета. Не нефтегазовые налоги. Минфин планирует увеличить на 60%. Сборы НДС вдвое. Общую налоговую нагрузку на несырьевой сектор с 26,9% до 28% ВВП. Ферштейн – это значит, что пайки не просто режутся, но с них еще и налогов станут выдавливать намного больше. Оно, конечно, можно затянуть привычное «Ленин живее всех живых», но это лекарство тут не работает. При всем своем опломбе, лепрозорий уже вплотную подошел к моменту, когда он будет закрыт на травлю паразитов. А там станет понятно, что за оружие, в чьих руках и для чего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok